МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Опыт Ямала учли в новом законе. Государственная дума одобрила законопроект об инициативном бюджетировании. Хотела отдохнуть в санатории и лишилась 100 тысяч рублей. В Муравленко зарегистрирован очередной случай мошенничества. Сбешавшего питомца вернут хозяину. В приюте Умка начали оказывать услуги по чипированию домашних животных. Здравствуйте. Теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. По состоянию на 15 июля Центром гигиены и эпидемиологии Ямал-Ненецкого автономного округа подтверждено 202 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период 8572 случаи COVID-19 выздоровели за сутки 259 ямальцев. Всего за весь период пандемии 3535 человек. 15 июля в населенных пунктах Ямала подтверждено 162 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть новых случаев выявлено в Новом Уренгое 100, в Губкинском 21, в Таркасале 11, в Салихарде 9, в Муравленко 5 новых случаев, по 4 в Надыме и Лабытнангах, 3 в Ноябрьске и Пуровске. Единичные случаи подтверждены в Харпе и Ярселе. Всего за сутки на Ямале госпитализировано 1011 пациентов. 19 в тяжелом состоянии, 2 в крайне тяжелом. 12 человек находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. За сутки выявлено 40 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. Государственная Дума Российской Федерации приняла в окончательном чтении законопроект, который защитит имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Согласно принятой норме, пожилые люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать миллион рублей. Это же касается малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает для предпринимателей рассрочку по долгам до 15 миллионов рублей. Срок до года. При этом закон запрещает взыскивать имущество должников до 31 декабря как приставам, так и коллекторам. Получить рассрочку можно без обращения в суд. Для этого нужно написать заявление судебному приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру. Депутаты Государственной Думы накануне приняли законопроект об инициативном бюджетировании. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Тему продолжит Ирина Бугрим. Инициативное бюджетирование – это поддержка предложений граждан, когда муниципальные и региональные бюджеты выделяют серьезные средства для софинансирования значимых проектов, например, по благоустройству и комфортной безбарьерной среде. Более того, для реализации проектов, имеющей наибольшую значимость для населения, вносятся также деньги спонсоров и юридических лиц. Федеральные поправки позволят гражданам определять приоритеты в расходовании местных бюджетов, чтобы решать локальные проблемы, имеющие приоритетное значение. Отдельные положения уже применяются на местах, в том числе и на Ямале. Основой данного закона послужил положительный опыт применения инициативного бюджетирования на муниципальном уровне на Ямале. Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан в решении местных проблем, путем определения приоритетных направлений расходования средств, а также и контроля за реализацией подобных проектов. В регионе второй год реализуется проект «Уютный Ямал». Это копилка предложений от жителей по благоустройству, ремонту дорог, строительству и другим направлениям. Округ стал пилотным регионом по введению инициативного бюджетирования. Первыми получили возможность совместно с властями озвучивать проблемы и находить их решения и жители Муравленка. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова, проектные офисы по сбору народных инициатив появились во всех городах и районах. За два года в городе реализован ряд проектов. Они разные, но самое главное, востребованы многими муравленковцами. Местные власти инвестировали в созидательные предложения более 20 миллионов рублей. Сегодня на портале «Живем на севере» завершен прием инициатив от жителей, который планируется реализовать в следующем году. Муравленковцы заявили на конкурс 36 идей. Марат Фазлединов предложил к реализации сразу три проекта. Все базируются на пожеланиях жителей города Муравленка. Один проект связан с культурой – это международный этнофестиваль. Два проекта связаны с физической культурой спорта. Это проект «Забег победы» и проект обустройства волейбольной площадки с резинным покрытием для игры волейболом на улице. Международный этнофестиваль – это вообще уникальный формат. Подразумевает массовый праздник культурный, семейный праздник на открытом воздухе. Идеи у муравленковцев много. Один из участников уютного Ямала Антон Малайка предложил реализовать проект «Твоя сеть», цель которого – научить детей и взрослых безопасно использовать интернет. Подача учебного материала будет креативной и современной. Мы разработали такой план с одними из родителями, чтобы проверить своего ребенка путем такого онлайн-транслирования. Чтобы мы написали ему сообщение, как он отреагирует, как будет себя вести и сообщить ли вообще родителям о том, что его могут сейчас обмануть. Ну, эксперимент закончился хорошо, мы показали результат. Прием заявок завершен. Все они размещены на портале «Живем на севере» в рубрике «Уютный Ямал». В сентябре стартует народное голосование. Отобранные инициативы будут расположены на портале «Живем на севере» в разделе «Уютный Ямал». Со 2 сентября по 12 сентября там будет проходить голосование. Также, по словам координатора проекта, проголосовать можно будет и на специальных участках для голосования. Ирина Бугрим, Антон Иванов, Новости Муравленко. Управление социальной защиты населения продолжает оказывать услуги в дистанционном формате. Социальные выплаты, которые были назначены ранее, продлены автоматически до 30 сентября. Получить их можно без предъявления подтверждающих документов. Тему продолжит Дарья Идиатулина. С 30 марта специалисты Управления соцзащиты работают с населением в дистанционном режиме. Все социальные выплаты сохранены в полном объеме и продлены до 30 сентября включительно. Причем право на их получение не нужно подтверждать документами. Установлен перечень выплат, по которым льгота продляется автоматически, без предоставления каких-то документов и сведений гражданами. Продление выплат зависит от того, на какой период ранее этим гражданам была назначена та или иная мера социальной поддержки. Если же гражданин впервые обращается за получением социальных выплат, то подать заявление и копии документов можно с помощью различных электронных сервисов. Те, кто ранее не назначал у нас выплаты, то есть хотят впервые к нам обратиться для назначения выплат, необходимо будет обращаться только через портал Государственный услуг, либо направлять документы почтовым отделением. Для этого мы тоже берем только, для назначения выплат мы берем только копии документов, то есть мы подтверждающих документов, оригиналов сразу не будем требовать. До 30 сентября также будут назначены выплаты, но в октябре месяце ранее направленные нам копии должны будут граждане подтвердить оригиналами. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут в дистанционном формате оформить пять видов выплат. Это компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг и за домашний телефон, ежемесячные пособия на ребенка-инвалиды и неработающим инвалидам, а также выплата для неработающих трудоспособных родителей, которые ухаживают за ребенком особой заботы. При этом нет необходимости предоставлять справку о прохождении медико-социальной экспертизы. 10 апреля текущего года в данный порядок были внесены изменения, согласно которым с 1 июля 2020 года гражданам нет необходимости предоставлять в орган соцзащиты справку о прохождении медико-социальной экспертизы. Данные сведения будут поступать в соцзащиту посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации. Чтобы задать интересующие вопросы, касающиеся выплат, муравленковцы могут обратиться в единый колл-центр по вопросам соцзащиты населения по номеру 8 800 2115 или же обратиться по телефонам управления 55 7 10 55 7 11. Либо это перечень документов, все, что касаемо, не касается персональных данных, либо непосредственно касаемо каждого конкретного гражданина. Когда ему сдавать документы, почему ему автоматически не продлена выплата, то есть почему приостановка или прекращение выплаты. То есть индивидуальные вопросы тоже можно по этому телефону задать. Кроме этого, на главной странице сайта управления социальной защиты размещены бланки различных заявлений, которые можно скачать и заполнить. Дарья Диатулина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Жительница Муравленко попалась на удочку аферистов. Женщина перевела мошенникам более 110 тысяч рублей. По данному факту, муравленковские полицейские возбудили уголовное дело. В ходе проверки выяснилось, что пострадавшая забронировала номер санатории через интернет-сайт. Оставив свои персональные данные и адрес электронной почты, заявительнице пришел счет на оплату забронированного номера в отеле. Сумму необходимо было перевести на указанный расчетный счет. После перевода денег представители санатория на связь не выходят, вышеуказанный сайт недоступен. Выставляются клоны сайтов, где прописывается стоимость билетов, заниженную в 2-3 раза, что и влияет на покупку данных билетов. Впоследствии мошенники получают свои деньги, а наши жители остаются ни с чем. Необходимо запрашивать и совершать покупки на официальных сайтах. Различные клоны, которые занижают цену, должны вас вводить в сомнения, так как не может быть стоимость билета в 2-3 раза меньше, чем на официальном сайте. И во вторую очередь необходимо проверять эти сайты, отзывы читать, спрашивать у знакомых, кто приобретал где-либо такие билеты на данных сайтах. По информации правоохранительных органов, только за последнюю неделю ямальцы перевели на счета мошенников более полутора миллионов рублей. Напомню, что до конца сентября полицейские проводят в округе профилактическую операцию «Мошенник», в ходе которой стражи порядка навещают жители города дома и рассказывают о наиболее распространенных видах мошенничества. Берем каждый дом, каждый сотрудник нашего отдела посещает жильцов этого дома, раздаем в руки памятки, объясняем доступно, какие виды мошенничества, что они собой представляют, как избежать. Беседуя с жителем, мы пытаемся объяснить, чтобы они рассказали родственникам, и особенно старшему поколению, чтобы они помогали тоже нам как-то, да, то есть достаточно понимающие относятся, значит, не было такого случая, чтобы кто-то сказал, что мне не нужна эта информация. Два педагога из Муравленка попали в список лучших в регионе. В округе объявили итоги конкурса на присуждение премии педагогам в 2020 году. Всего в списке 26 специалистов со всего региона, которые имеют достижения в преподавательской деятельности и ученики которых добились высоких показателей в учебе. В Муравленка победителями конкурса стали учитель русского языка, литературы из пятой школы Елена Свольская и учитель начальных классов из второй школы Наталья Лоскутова. Наряду с дипломами победители педагоги получат премии по 100 тысяч рублей. Итоги одноименного федерального конкурса планируется подвести в конце августа. Найти сбежавшую из дома кошку или собаку, или отследить бездомное животное и направить его в приют. Теперь можно при помощи специального чипа. Услуги по чипированию домашних питомцев оказывают в приюте Умка. Подробности у Таисии Руси. Чипирование – это современный, легкий, в применении и безопасный способ идентификации животных, который существует в мире уже более 20 лет. Он позволит вам вывести своего питомца за территорию нашей страны, а также повысит шансы в поиске и нахождении хозяина в случае утери любимца. Так выглядит шприц, который вводится в животную подхолку. Здесь находится микрокапсула, вот этот чип. И также здесь есть вот эти вот индивидуальные номера. То есть это сканер у нас, считыватель. Мы его включаем. Мы можем отсканировать, ну вот сейчас попробовать отсканировать чип. Точно так же это проводится на животном. То есть ты нажимаешь, проводишь его, и вот вышел, видишь, идентификационный номер, соответствующий вот этим наклейкам. То есть она клеится в карточку животному и при передаче новому владельцу паспорт животного и отдается, собственно говоря, владельцу. Чип, конечно, не позволяет отследить животное с помощью какого-нибудь специального навигатора или через спутник. Но если ваш питомец вдруг сбежал из дома и попал в приют, то там его могут идентифицировать. В чипе есть информация с контактными данными, и вам сообщат, где он находится. Услуги по чипированию животных начали в приюте Умка. Чипирование представляет собой подкожное ведение животному капсулы с микрочипом, которое, по сути, является его электронным паспортом. И вводится она в специальный шприцок, подхолку, между лопаток и только ветеринарным специалистом. Процедура установки чипа занимает несколько минут и абсолютно безопасна для животного. Микрочип – это маленькая стерильная капсула из биосовместимого стекла размером с рисовое зернышко, материалы которого обеспечивают отсутствие реакции отторжения и миграции микрочипа. Он ничего не излучает, не требует источника питания и активизируется лишь под воздействием сканера. После самой процедуры животному не требуется период реабилитации. Специалисты отмечают, что работа чипа будет на протяжении 25 лет. Кроме поиска животного, чипирование воспитывает у владельцев ответственное отношение к животным. Вносится номер в базу данных, и по этому номеру можно будет потом уже определить хозяина. Если животное выбросят на улицу, уже можно будет определить, кто хозяин был животного и кто его выбросил. И уже можно будет наказать хозяина. Информация о номере чипа вносит совет врачом в ветеринарную автоматизированную систему, где формируется общая база данных чипированных животных. Сам по себе чип не содержит информацию о животном, лишь несет его уникальный 15-значный код. Его невозможно дополнить или изменить, что гарантирует невозможность подделки. Таисия Русия, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись граждан на отдаленных и труднодоступных территориях начнется с 1 октября 2020 года и продлится до 30 июня 2021 года. О формировании организационного плана проведения предстоящей переписи сообщили в Тюмень-Стате. К всероссийской переписи населения в ямальских городах и муниципальных районах организует 150 переписных участков, в состав которых войдет 931 счетный участок. Кроме того, в труднодоступных населенных пунктах будут созданы 3 переписных и 80 счетных участков, а всего предстоит обучить 1500 переписчиков. В этом году МЧС России отмечает 30-летний юбилей. В этой службе работают люди, для которых профессия пожарный и спасатель – это призвание. Результат их работы – тысячи спасенных жизней. Мы продолжаем серию материалов о профессионалах своего дела. Продолжит Татьяна Козырь. Сегодня у командира отделения 6-й пожарной части Андрея Богачева выходной. Вместе с супругой Верой и двумя дочерьми Еленой и Вероникой они пришли в парк по нашей просьбе. Вот так вот всем вместе выйти на прогулку для всей семьи – большая роскошь. В основном это случается по большим праздникам или во время отпуска. Именно поэтому Богачевы дорожат каждой минутой, проведенной в кругу семьи. Крепко держась за руки, они идут по жизни уже почти 20 лет. В 2001 году, в мае месяце, в 2003 году у нас была свадьба. И в конце у нас родился ребенок года. Все, так все живем здесь и работаем. Самый добрый, самый лучший, самый заботливый. Так говорят о главе семьи супруга Андрея Вера и дочери Елена и Вероника. Для него нет ничего невозможного. Он с радостью помогает жене по дому, детям с уроками. И главное, говорят дочери, с отцом всегда можно поговорить по душам. Заботливый, за всеми смотрит, все помогает, делает. Пока я на работе, естественно, он за детьми и уроки. И так вот, потом меня встречает по магазинам, и вот дома все это время проводим. Рисковать своей жизнью и здоровьем ради других способен не каждый, уверены дочери Андрея Богачева. Для этого нужен особенный характер с большой долей героизма и ответственности. Их отец, говорят они, именно такой. Конечно, это гордость, потому что не каждый человек на такое способен. Надо быть очень готовым психологически ко всему. В 2000 году, сразу после службы в армии, Андрей Богачев приехал в город Муравленко. Военная выправка, хорошая физическая подготовка, внутренняя дисциплина и желание служить и помогать людям привели его в пожарную охрану. С трудностями, с которыми на первоначальном этапе сталкиваются все новички, помогали справляться старшие товарищи. У меня был наставник Сергей Авдичук, первый мой наставник, который мне все рассказал, показал, объяснил все термины, которые присутствуют в пожарной охране. То есть уже там не шланги, а рукава, стволы различные и все остальное. Он показывал, как правильно выполнять нормативы, как правильно работать с аварийно-спасательным оборудованием, с гидравлическим инструментом, с пожарным техническим вооружением, с техникой. Начинал свою службу Андрей Богачев в должности пожарного. Сейчас он командир отделения 6-й пожарной части. Теперь по долгу службы приходится заниматься и бумажной работой. Но в случае пожара начальник караула и командир отделения всегда входят в горящее здание первыми, прикрывая своими спинами младших по званию коллег. Но самое трудное, говорит Андрей Богачев, не это. Гибель людей в пожаре или ДТП он считает самым сложным в своей работе. Многих мы, конечно, спасали, вытаскивали, передавали медикам. И, к счастью, они оставались живы. Немаловажную, если не главную роль, играет и физическая подготовка сотрудников. Недостаточно войти в горящее здание. Нужно еще, если придется вынести пострадавшего человека. Поэтому Андрей Богачев активно занимается спортом. Он неоднократный чемпион соревнований различного уровня по пожарно-прикладному спорту. Кандидат в мастера спорта. На него равняются как младшие коллеги, так и старшие по званию боевые товарищи. Является моим непосредственным помощником на работе при выполнении каких-то служебных задач. Оказывает, так сказать, пассивную помощь или передает мне свой накопленный опыт. Так как уже по выслуге намного больше работает, чем я. Пример для подражания в семейной жизни. Татьяна Козырь, Петр Хаджаев, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин